Славянское радио В эфире Народное славянское радио Поехали! На Народном славянском радио День памяти Александра Владимировича Пыжикова Вы слушаете отрывок из книги «Славянский разлом» Невероятным может показаться такой факт При Александре I в императорской библиотеке Петербурга Насчитывавшей к тому времени около 150 тысяч томов На русском было не более десятка Даже на португальском языке имелось 874 книги Большую часть литературы составляли богословские сочинения На латыни и греческом Художественные романы на французском Научные труды на немецком И исторические трактаты на польском Отрывок читал Алексей Щербаков Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио Сегодня по одному из современных календарей 17 сентября 2021 года, пятница Мы начинаем живой эфир, посвященный памяти Александра Владимировича Пыжикова В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов Алексей Щербаков, Владислав Арисов Светлана Большакова, как всегда, наблюдает за чатом Думаю, наш эфир будет не очень продолжительным Поскольку не стоит задача раскрыть все-все-все Что было связано с деятельностью и жизнью Этого, на мой взгляд, уникального, удивительного Выдающегося человека, нашего современникова Который два года назад ушел из Яви Поэтому планируется так, что Алексей зачитает подготовленный материал Может быть, мы обменяемся какими-то мнениями И зачитаем те предложения, те высказывания, посылы Которые вы, наши уважаемые радиослушатели и зрители Напишите в чате Народного Славянского Радио Либо на сайте slavradio.org Либо на нашем канале в YouTube youtube.com.slash.slavradio Алексей, здравия тебе! Здравия! Начинаем? Да, команда Народного Славянского Радио подготовила И я сейчас зачитаю краткий экскурс жизни и деятельности Александра Пыжикова Тем, кто уже знаком с Александром Владимировичем Будет приятно вспомнить о нем А тем, кто вновь слышит, заинтересует личность этого человека И привлечет внимание к его трудам и исследованиям Итак, приступим Александр Владимирович Пыжиков Это российский историк и государственный деятель Специалист по истории СССР и России 20 века Доктор наук, профессор Александр Владимирович Пыжиков родился 27 ноября 1965 года В городе Раменское, Московской области В 1989 году окончил исторический факультет Московского областного педагогического института имени Крупского В 1993 году был директором центра общественно-политических программ Фонда молодежь за Россию в Раменском В декабре 1993 года баллотировался в Государственную думу Российской Федерации по списку избирательного объединения Будущее России – новые имена Но набрав чуть больше 1% голосов, к сожалению, избран не был В 1995 году баллотировался к кандидатам в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 2-го созыва Курганской области По списку избирательного блока – блок Ивана Рыбкина Но также избран не был С 1994 года директор информационно-аналитического центра Центрального комитета Российского союза молодежи Был заместителем директора Института социально-политических исследований Российской Академии наук В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени Кандидата исторических наук по теме Общественно-политическое развитие советского общества в 1953-1964 годах В 1999 году защитил диссертацию также на соискание ученой степени Доктора исторических наук по теме Исторический опыт политического реформирования советского общества в 50-60-е годы С 5 июня 2003 по 18 июня 2004 года Был заместителем министра образования Российской Федерации В этой должности занимался вопросами контроля качества образования И государственной аттестации в учебных учреждениях всех типов и видов В 2013 году Пыжиков был награжден премией за выдающийся вклад в области истории Александр Владимирович написал более десятка исторических книг и пособий Последние работы попали в печать лишь после смерти историка Вот список тех книг и работ, которые были сделаны Александром Владимировичем Последняя книга «Тайны нашей старины» уже была выпущена после смерти Александра Владимировича В издании «Тайны нашей старины» представлен цикл лекций Тайны нашей старины, прочитанных Александром Владимировичем Пыжиковым на канале День ТВ Весной-летом 2019 года Вторая часть книги под названием «Исторические миниатюры» содержит его небольшие статьи Короткие записи, которые он публиковал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Период с февраля 2018 по сентябрь 2019 года От иллюстрации к этой книге нарисовал замечательный художник Максим Маркевич Следующая книга его «Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды» Что мы знаем о духовном наследии коренной России? В чем его основа? Многие, не задумываясь, расскажут вам о православной традиции Ведь ее духом пропитаны культурные памятники и вся историческая наука и даже былины эпос То, что христианская догматика очень часто и прочно укоренилась в массовом сознании, не вызывает сомнений Столетиями над этим трудилась государственно-церковная машина Вокорчевые, неудобные для себя обычаи народной жизни Несмотря на отчаянные попытки покончить с дохристианским прошлым Выставить его грязным пережитком полудиких людей Многим свидетельствам о высокодуховной жизни того времени удалось все-таки сохраниться Книга позволит читателю глубоко проникнуть в суть коренных традиций России И прикоснуться к доселе неведомым познаниям предков об окружающем мире Не менее интересная книга «Неожиданный Владимир Стасов. Происхождение русских былин» Где Александр Владимирович представил забытый труд Владимира Васильевича Стасова «Происхождение русских былин», вышедший в 1868 году Во второй половине XIX века это разгромное сочинение стало ушатом холодной воды Выплеснутой на всех, кто упорно поддерживал национально-христианские выдумки Эта работа не только внесла замечательный вклад в отечественную фольклористику Но и стала отправной точкой российского евразийства О чем многие сегодня даже не подозревают В ней рассмотрен обширный былинный материал различных народов Европы и Азии Главная мысль произведения – выявленная общность сюжетов Отражает не просто схожие событийные зигзаги, поэтические приемы А выражает глубину мировоззрения народов ушедшей эпохи Присущее древности оно далеко как от стандартов европейского просветительства Так и от конфессиональных веяний В книге «Грани русского раскола» Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года Впервые показана полная картина Последствий духовного раскола русского общества И подлинная роль старообрядчества в истории России Потрясения, произошедшие в России И вызванные церковными реформами с середины XVII века Имели большое влияние на развитие страны в последующие два столетия Именно в конфессиональном своеобразии Кроются истоки ключевых событий нашей истории Связанных с крушением в начале XX века Российской империи в Никонианском обличии В книге «Рождение сверхдержавы» С СССР в первые послевоенные годы Рассматривается важнейший этап Истории советского общества в период 1945-1953 годов Анализируя различные аспекты внешней и внутренней политики СССР Авторы делают попытку комплексной оценки послевоенного советского общества Исследование построено на уникальных архивных документах Многие из которых вводятся в научный оборот впервые Широкая база источников работы позволила уточнить целый ряд вопросов Международной политики страны Функционирование партийно-государственной власти Идеологической системы и так далее Также книга «Корни сталинского большевизма» Это попытка разобраться в бурных перипетиях нашей истории Которые привели в итоге к слому государственного строя в России в 1917 году Их причины автор связывает с конфессиональным расколом второй половины XVII века Сформировавшим иной образ жизни и мысли ни одного миллиона русских Известный нам как старообрядчество На чём основано авторское утверждение, что староверие — это узловой нерв русской истории? Каким образом это связано со сталинским большевизмом? На чём строились битвы за умы простых людей? Какую роль играли в ней советские писатели? Чего вообще стоила борьба за власть в СССР? Как и почему её последствия сказываются сегодня? На страницах книги всплывают реальные портреты участников ключевых исторических и культурных событий Приводятся ссылки на их воспоминания, произведения и архивные документы Книга адресована самому широкому кругу читателей Хрущёвская оттепель 1953-1964 годов Оттепель — именно так характеризуется этап развития нашей страны, связанный с именем Никиты Хрущёва Это время всегда привлекало особое внимание специалистов-историков Оценка данного периода отечественной истории сегодня во многом базируется на трудах исследователей и публицистов конца 80-х — начала 90-х годов XX века Насколько соответствуют взгляды этих лет объективным процессам, происходившим в первое послесталинское десятилетие? Правильно ли мы понимаем значение и место хрущёвских реформ в нашей стране? В данной книге представлена попытка ответить на эти вопросы Питер, Москва и схватка за Россию На протяжении долгого времени, практически до октября 1917 года, представления петербуржцев и москвичей о модернизации России сильно различались Петербург осуществлял свой путь, который реализовывался государственной элитой и столичной предпринимательской группой А роль оппонента играли и играли московское купечество и кадетская партия, которая руководствовалась совершенно иными идеологическими приоритетами В чём корень из вечного противостояния двух великих городов России, Санкт-Петербурга и Москвы? Почему историческое полотно нашего общего прошлого переполнено эпизодами их конфронтации, конфликта и конкуренции? Александр Пыжиков, доктор исторических наук, даёт возможность читателям по-новому взглянуть на многие узловые точки и значимые вехи российской истории Книга «Взлёт над пропастью» посвящена последним трём десятилетиям Российской империи На этом историческом отрезке сконцентрировалось всё — нерешённые вековые проблемы, попытки создать условия для нового индустриального рывка, яростная борьба нежелавших сдавать позиции представителей старого мира, олигархов, купцов, паразитической аристократии, алчность и истинные намерения наших союзников по Антанте, для которых Россия — лишь лакомый кусок Это было время выбора пути, когда мердеть смертельно опасно Книга «Славянский разлом» украинско-польской иго в России Почему центром всей российской истории принято считать Киев и юго-западные княжества? По чьей воле не менее древний север, Новгород, Псков, Смоленска, Рязань или Поволжье считаются как бы второсортными? В этой книге с беспощадной ясностью показано, по какой причине вся отечественная история изложена исключительно с прозападных, южнославянских и польских позиций Факты, собранные в этой книге, свидетельствуют, что речь идёт не о стечении обстоятельств, а о целенаправленной многовековой оккупации России О тотальном духовно-религиозном диктате полонизированной публики, умело прикрывающей своё господство Именно её представители, ставшие главной опорой романовского трона, сконструировали государственно-религиозный каркас до сего дня, блокирующий память нашего населения Различные немцы и прочие, обильно хлынувшие в элиту со времён Петра Первого, лишь подправляли здание, возведённое не ими Данная книга явится откровением для многих, поскольку слишком уж непривычен предлагаемый исторический ракурс Сейчас хотелось бы зачитать цитаты из его книг Сталин выступил с новой инициативой о создании единой нейтральной Германии Он был готов поступиться своими приоритетными интересами в Восточной Германии ради сохранения вместе с США, Англией и Францией совместного контроля над единой Германией Однако это предложение даже не стали рассматривать ни в Бонне, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже Сталин не терял надежды на возможность договориться вплоть до 20 сентября 1949 года В Российской империи, неумолимо выстраиваемой Петром Первым на западный манер, занятие промышленностью было в основном делом непривилегированных сословий Знатные люди не считали для себя возможность тезю предпринимателя В этом состоит сущностная черта высшего российского общества, в корне отличавшая его от европейских элит, давно оценивших преимущества торговли и производства На Западе промышленное становление происходило благодаря предпринимательским инициативам различных слоев населения А в России, благодаря усилиям государства, понимающего, что иначе занять достойное место среди европейских стран, будет сложно Не случайно с момента ее присоединения в 1654 году, пусть пока еще формально, навсегда прекращается практика созыва земских соборов В них уже нет надобности, поскольку романовская власть объявлялась продолжением подлинных начал, олицетворяемых Украиной Что перевешивает представительство земель, замутненных татарскими примесями Центр тяжести государственности смещался, поэтому обладание Украиной преследовало не столько экономические цели, как это традиционно считается, сколько крайне важные идеологические смыслы С этого времени война с Польшей превращается, по большому счету, в борьбу за Украину Советский проект, заряженный верой русских людей в лучшую жизнь, был полностью выхолощен и дискредитирован брежневским украинским руководством Подготовившим развал великой страны, на разграбление которой уже слетался всевозможный сброд Складывается впечатление, что многочисленные народы России просто втянуты в их споры Превращены в разменную монету по сути конфликта между украинскими националистами и украинскими великодержавными шовинистами По недоразумению именуемых русскими Ситуация с большинством русского населения страны всегда оказалась предельно ясной Его представляли приверженцем синодальной версии православия с незначительным старообрядческим налетом, который олицетворяла незначительная группа фанатиков Такой взгляд на российскую жизнь утвердился уже в Петровское правление Власти стремились окончательно придать раскол забвению Они не имели большого желания рассуждать на тему, почему русская православная церковь, облаченная в греческую веру Перестала восприниматься многими русскими людьми в качестве родной Тем более не был расположен к этому Петр I Низведший церковь до положения одного из государственных департаментов, выстроенного на чужеземный манер Сосуществование двух врожденных социумов, правящих Никониан и Раскольников в рамках единого государства Серьезно деформировало всю социально-экономическую ткань государства Старообрядческий проект состоялся, но состоялся уже в институциональных рамках Советской России Не менее впечатляющими были результаты финансовых вложений купеческой буржуазии и на другом участке просветительской Нивы Речь идет о создании театра, вошедшего в историю под названием «МХАТ» Попытки заинтересовать торгово-промышленных деятелей подобными идеями предпринимались в разное время Но все они оказались безрезультатными Даже великий драматург русский Николай Островский, прекрасно знавший купеческую среду, не получил отклика на предложение профинансировать задуманное им культурное начинание Однако теперь приоритеты купечества кардинально изменились И расшатывание идеологического каркаса самодержавия потребовало ярких и привлекательных для широкой публики проектов Московский художественный театр стал среди них наиболее удачным С момента открытия вокруг «МХАТа» концентрировалась либеральная интеллигенция, на чьи пристрастия в первую очередь ориентировался репертуар Кстати, знаменитая пьеса Максима Горького «На дне» была написана фактически по заказу театра, где и состоялась премьера Душой театра был его знаменитый руководитель Константин Стамиславский Менее известно, что он принадлежал к богатой староверческой семье Алексеевых, пользовавшейся большим влиянием в Москве Городской глава в 1885-1892 годах Николай Алексеев, его родственник Застой, куда погрузилась страна, стал прямым следствием украинского засилия в партийных государственных верхах Их потребительское отношение к стране разлагающе подействовало на все советское общество, лишив его внутреннего иммунитета И если по поводу хрущевской отепели говорили о работе, стали думать меньше, а о разных жизненных благах больше То теперь все чаще начинали размышлять уже не просто о благах, а о том, как бы расфасовать великую страну Созданную трудом титульной нации уже по-крупному Негативное отношение к купеческим кругам запечатлела и русская классическая литература Показательно в этом отношении творчество Михаила Салтыкова-Щедрина Как он писал, купеческая атмосфера вызывала стойкое отвращение у любого нормального человека Русское общество выделило из себя нечто на манер буржуазии В короткий срок эта предпринимательская тля успела опутать все наши палестины В каждом углу она сосет, точит, разоряет и вдобавок нахальничает В больших центрах она теряет в массе прочих праздношатающихся и потому не слишком бьет в глаза Но в малых городах она положительно подла и невыносима Это ублюдки крепостного права, выбившиеся, чтобы восстановить оное в свою пользу В форме менее разбойничей, но, несомненно, более воровской Вот несколько высказываний знаменитых деятелей от истории науки Историк и социальный философ Андрей Фурсов Я думаю, что реальная слава придет к Александру Владимировичу буквально в ближайшие несколько лет Очень жаль, что он не дожил до них Профессор Валентин Назаров считает, что таких людей нам посылает небо Он был очень нужен нашим людям, нашему народу именно в это время Главный редактор издательства «Концептуал» Максим Писарцев сказал С моей точки зрения он новатор Он открыл несколько концепций Они, конечно, сейчас не признаны Но я думаю, внимание историков к некоторым проблемам смог привлечь Виктор Минин, политтехнолог, сказал Он бесстрашно шел в непознанное и не боялся никаких репутационных издержек Евгений Неспицын сказал кратко Александр Владимирович, безусловно, фигура исполинского масштаба Друг Пыжикова Алексей Юдин выразился так То, что он делал последние годы своей жизни Было приближением к тайне, которой не каждый подойдет Он уже видел что-то У него был дар не только ученого У него был какой-то еще дар Об этом говорили разные люди Он нас ждет И мы знаем, что он с нами И от себя хотелось бы добавить Что Александр Владимирович при своей тактичности, вежливости и доброте Имел силу не свернуть с пути своего предназначения Он так же, как и Светлана Жарникова Совершил духовный подвиг Рассказывая о настоящем прошлом дохристианской Руси Не обращая внимания на то, что в научных кругах Его мало кто поддерживал, очень часто Не признавая его точку зрения Александр Владимирович постоянно вел просветительскую деятельность Участвуя в конференциях, в передачах на радио и телевидении На одной из таких конференций, в интервью Народному славянскому радио Александр Владимирович сказал следующие добрые слова в наш адрес Во-первых, сказал он Я хочу сказать о самом Народном славянском радио Поскольку это средство массовой информации, которое я постоянно слушаю и просматриваю Я являюсь его почитателем Поскольку там появляется много интересных людей, интересных материалов Почему мне нравится славянское радио? Его главная цель — показать людям вот тот забытый путь Духовный в первую очередь И то, что люди узнают, что нынешняя действительность не есть единственная И не есть тот замкнутый круг, который нам рисует западная цивилизация А есть что-то другое И вот это другое Народное славянское радио расшифровывает Благодарю Мы сохраним в наших сердцах добрую память об этом выдающемся человеке Сварга Пречистая, Александр Владимирович Я закончил Да, Алексей Благодарю тебя за столь интересный содержательный доклад Обзор трудов Вот после таких высказываний, известных людей, после таких докладов Как-то и добавлять больше нечего Мне всегда хотелось такого эфира, где бы я молчал и просто слушал Вот сегодня такой эфир Когда внутреннее состояние говорит намного больше, неже чем слова Слова о таком великом человеке Друзья мои, зажгите свечи Зажгите свечи об этом величайшем, на мой взгляд, человеке Который, да, имел, может быть, ошибки в своем творчестве Который не совершал те экспедиции, которые перевернули бы этот свет, этот мир Который находился в библиотеках, в архивах постоянно Он, в принципе, и почувствовал себя плохо, находясь в одном из архивов И об этом говорят его друзья и знакомые В этот день его не стало Он настолько досконально разбирался со всем, что этому следует учиться Следует у него учиться быть человеком Быть хозяином себя Отдающим себя полностью своему роду, своему народу, своему отечеству Учитесь Помните таких людей Здесь были названы уже великие люди, которые еще и с нами пока остаются И которые уже ушли И Светлана Васильевна Жарникова также покинула нас И тоже надо поставить памятник И тоже зажигать свечи в день ее рождения, в день ее ухода из жизни Каждый хорош по-своему Светлана Васильевна, она была не только теоретикой, она и практик была И защищала свои диссертации тогда, когда вообще об этом нельзя говорить в тех кругах научных, где она присутствовала Тоже подвиг совершила Александр Владимирович совершил несколько подвигов Давайте я посмотрю те реплики, комментарии, которые к нам прислали Денис Здравия всем! Светлая память великому человеку! Все вместе скорбим Он будет с нами вечно Надеюсь, он отправился в высшие миры И оттуда, как и генерал Ратников, будет нам помогать Знаете, в древности наших народах Славянских народах Было множество преданий Про людей, которые ходят из этого мира И одна из красивых легенд Говорит о том, что умерший человек Выдающийся человек Не уходит просто так, неизвестно куда Возвращаясь к своим родам Если он проходит три суда совести Первый суд, второй суд предков, третий богов И эти суды успешны То на небе зажигается еще одна звезда Я не знаю, наблюдали ли наши звездочеты за небом За небесами Может быть, на самом деле там горят звездочки Людей, которые сделали много для нашего мира В том числе и Александра Владимировича Ирина Кельм Вечная память историку Он так торопился нам все рассказать Геннадий Романенко Светлому, необыкновенному человеку Екатерина Мое бесконечное уважение Александру Владимировичу И вечная память Вы знаете, вот меня удивило Как простой советский человек Простой русский парень Достиг того Что вот о нем сейчас могут говорить люди Гордясь тем, что он им был соотечественник Что он был близкий по крови Что он был родович И докопался он, в общем-то, до всего самостоятельно Обратите внимание Он себя не жалел Трудился и находил то, что, в общем-то, казалось, лежит на поверхности Ну, можно же прийти в любой архив Можно там покопаться Но почему-то именно такие, как Александр Владимирович Где-то докапываются А другие историки Не стремятся элементарного сделать Повторяют только труды своих учителей Своих наставников Или слова, либо там еще что-то Вот это и говорит о силе, характере О воле человека Да и вообще о том, человек ли это Человек какой? С маленькой буквы? Либо с большой? Человек Человече Человечище Я задумываю, чтобы такие люди Появлялись все больше и больше На нашей земле И, конечно же, помня Добрые слова В адрес Народного славянского радио Хочется, знаете, так сказать Трудимся народу Трудимся ради народа Ради родов наших Так Александр Андрей Иванович Здравия! Сварга причистая воина духа Вахаи Как раз купила книгу Былины Обряды Читаю и всем рекомендую Книга Дешевле палки колбасы Вечная память Автору Александра Массолов Вы большие молодцы, что вспомнили Такого великого человека Он как раз И поднимает всю сущность Влияние На мышление Большинства людей Современного образования Таня Сварга причиста Александру Владимировичу Истинному русскому Истинному русу И человеку Уважаю этого потрясающего Человека Когда читаешь такие теплые слова Простых людей Гордишься, что Ты как-то к этому причастен Гордишься тем, что Жил Рядом С этим человеком Гордишься тем, что Помогал Продвигать То, что шло от него Его поиски Его инновации Друзья мои Мы все время говорим о том Что необходимо быть хозяином Своей жизни И каждый понимает Слово хозяин по-своему Кто-то воспринимает это Как арий То есть хозяин земли Кто-то воспринимает это Как хозяин Своего дома Своего хозяйства Кто-то воспринимает Ну, как хозяин Какой-то вещи А вот В полной мере Хозяином, мне кажется Можно быть тогда Когда У человека Проявлена воля И есть Осознание Своей цели В этой жизни Цели Самой жизни Когда Человек Не стремится Сохранить Свою душонку Сохранить Свою жизнь Продлить ее Когда он просто Живет Для того, чтобы Была жизнь Для того, чтобы Достигать То, что ему Предназначено В этой жизни На мой взгляд Вот кто-то Хозяин Кто хозяин Своей жизни Тот и хозяин Земли Потому что Хозяин своей жизни Это человек Сильной волей Он может достигать Того, что необходимо Он может совершать То, что другим Не дано совершить И его дела Остаются в памяти Других людей Значит Так или иначе Он хозяин Тех Мыслей Которые В этих Людях Были Поселены А это означает Что отчасти Он хозяин Тех людей Хотя У нас сейчас Многие воспринимают Еще раз говорю Хозяин по-разному И то, что я сказал Воспринц Ну вот опять Рабовладельство Да нет Мы каждый Хозяин Своей жизни Мы каждый Хозяин Своих родах Мы каждый Хозяин Своей земли Если мы Настоящие Человеки Если мы Настоящие Человечие Если Дух наш Не сломить Если Сила Воли Подчиняется Разуму А разум Предназначению Свыше Коля написал Благодарны Славянскому радио Александр Владимирович С нами Благодарю всех Кто принимал Участие В нашем Сегодняшнем эфире Благодарю Всех Тех Кто готовил Это сегодняшний эфир Алексея Неский Поклон Друзья Вместе мы Сила Вместе мы Сможем Изменить То Что сейчас Происходит Давайте Это Помнить Давайте Работать Над собой Чтобы быть Человеками Которые Я являются Хозяином Своей жизни О чем Говорил Чуть раньше И брать Примеры С величайших Людей Которые Которые Мы Не сделаем Мир Лучше Вечная память Александру Владимировичу Прощаюсь с вами Друзья мои Желаю всем добра Увидимся Увидимся И услышимся Быть Добро Народное Славянское радио Для пытливых Умов Редактор субтитров Редактор субтитров